В парке имени Олега Степанова в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в эту субботу прошел ежегодный фестиваль «Тепло». Как провели выходной серпуховичи и гости города, узнала наша съемочная группа. В холодную зимнюю пору нас может согреть горячий чай, активные игры и душевная компания. Все это на фестивале «Тепло». Провести день весело, используя желающих, было много. Атмосфера праздника действительно теплая. Посетители с радостью танцевали, обнимали рядом стоящих и подпевали всем знакомые песни. Это тепло наших сердец, тепло нашего, можно сказать, города, тепло нашего парка, так как фестиваль проводится в парке. На этом фестивале все самое-самое лучшее, зимнее. А в этом году мы еще добавили немножко влюбленности, так как фестиваль у нас накануне праздника всех влюбленных. В парке ко дню Святого Валентина подготовили много фотозоны, игр и конкурсов. Даже те, у кого нет пары, могли создать своими руками вторую половинку. Для этого нужно всего лишь ответить на вопросы анкеты. Гости фестиваля катались на банане, крелись у костра и пробовали горячий компот с трендельниками. Здесь можно было приобрести подарки близким, поучаствовать в мастер-классах и разрисовать лицо аквагримом. А самые маленькие посетители катались на лошадях. Мне нравится атмосфера вообще всего. Праздника весело, очень дружно, тепло. Хочу, чтобы таких мероприятий было больше, чтобы у нас город больше развивался, чтобы люди более узнавали о нашем городе. Фестиваль тепло очень нравится. Мы попали случайно, мимо проходили и просто восхищены. Во-первых, парк очень красивый сделали. Во-вторых, сами локации очень классные. Активности потрясающие. Подарки бесплатные, сладости для детишек. Тут все весело, красиво. Интересно. Да. Много всяких фудкортов открыли. Интересные занятия. Можно покататься на банане, поиграть. Фестиваль вообще затронул различные категории возрастов. Это как и дети, так и взрослые, и более старшие поколения. Так что здесь будет интересно терять на всем. Фестиваль тепло! Фестиваль посетил и временно исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Никитенко. Для гостей в этот день выступали Анастасия Федюнина, группа «Весна», творческое объединение «Кью Джеймс». И Джеки Риллин подготовил танцевальный сет. Но главным событием стал конкурс «Огонь валенки». В двух номинациях 42 участника продемонстрировали валенки, которые они сделали и украсили сами. Виктория Олейникова приехала из деревни Ивановская. Она любит заниматься валянием из шерсти. Именно в такой технике и выполнена ее работа. Мое творение – это валенки под названием «Подснежники». И вот я думаю, чем удивить. И как-то уже весеннее настроение. Хотелось бы валенки соединить и зиму, и весну. И вот родилась вот такая вот поделка, так сказать. Такое украшение валенка. Победители выбирали народным голосованием. Они получили сертификаты и теплые подарки. Без призов не остались и участники лотереи. Можно было выиграть сертификаты в аквапарк и в рестораны на двоих, прогулки на лошадях, билеты в кино, конструктор «Лего». Фестиваль «Тепло» – самый душевный праздник зимы в Серпухове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова